День огнетушителя День рождения огнетушителя День рождения огнетушителя Он нужен, скажем так, для всего Что связано с пожаром, да, на первичных мерах Что человек может обнаружить И в дальнейшем, конечно же, его использование Даже человека, умение его применить Это очень важно Вот, честно, я не умею пользоваться огнетушителем То есть они у нас стоят здесь по офису В каждом кабинете И в моем кабинете, где я непосредственно нахожусь Я на него периодически посматриваю Думаю, вот случись чего, а пользоваться я им не умею А жители, вообще люди, каждый должен уметь им пользоваться? Ну, начнем с того, что у нас люди, которые работают Они, в принципе, у нас практически все обеспечены Первичным самопожаротушением И пользоваться необходимо всем уметь Уже много, большое количество людей Используют эти огнетушители в своих домах, квартирах Особенно те, кто сталкивался с пожарами Или те, у кого родственники сталкивались Они уже это понимают Часть из них в дальнейшем приходит с опытом Что за ним надо еще следить За автомобилем, за другим видом техники Что необходимо проводить небольшие техобслуживания и тому подобное И в процессе даже это можно проводить самостоятельно На ежемесячных видах обслуживания и тому подобное То есть осмотров Там различные виды они существуют И, конечно же, использование огнетушителя Обязанность лучше каждого человека уметь Для того, чтобы и предотвратить пожар Да, соответственно, распространение его Спасти кому-то жизнь в этом плане можно Спасти имущество людей И это очень важный аспект жизни Я так понимаю, что, в принципе, можно посмотреть Какой-нибудь ролик где-нибудь на Ютубе И там будет понятно То есть мы выдергиваем вот эту вот штучку И дальше нажимаем Как правило, да Но еще необходимо обратить на то внимание Что большинство работодателей Они обучают своих сотрудников И есть специальные люди, да, скажем так Ответственно за пожарную безопасность Либо которые проводят инструктажи Им необходимо этому больше внимания уделять для людей Но есть небольшие недопонимания Мы неоднократно приходили на объекты И люди говорят, что да мы умеем Да мы знаем Да мы сможем В этот момент просто ставим перед ними Допустим, огнетушитель ОУ-5 И им говорят Делай Ну, покажите, да А они уже поднять его не могут Некоторые, особенно девушки И они начинают понимать Да, как мы потушим пожар Потом они часто берутся за растр Отропогнетушитель на углекислотном Что, конечно же, может привести К определенным последствиям Дальше я вам расскажу Да Вот И очень часто они Даже вот я говорю Еще я хотел бы сконцентрировать внимание Что поднять не могут Это очень интересный момент Что помимо того, чтобы его использовать Или обучаться этому Необходима еще возможность Его просто по весу проверить Как он смотрит Ну да, вот этот углекислотный Я его сегодня приподняла И он так Как хороший снаряд спортивный С ним поприседать можно Например Эффективен будет Какие виды огнетушителей бывают? Вот перед нами стоят два Да, мы принесли вам Самые основные огнетушители Притом мы хотели бы Да, обратить внимание Что они здесь с нарушениями Чтобы уже наконец-то Показать людям А то часто приносим огнетушители И говорят А какие виды есть? А что с ними не так? И приносим целые огнетушители И невозможно на нем показать Все эти нюансы Здесь представлены Порошковый огнетушитель Это вот первый маленький Это переносные Вид переносных огнетушителей Порошковый И углекислотный второй Еще у нас бывают Водные и воздушно-пенные Это самые основные Также они переносные Передвижные И самосрабатывающие Есть такой еще вид огнетушителей Это вот самые основные виды Которые людям необходимо запомнить Но хотелось бы, конечно Обратить внимание на порошковый И углекислотный Так как они самые распространенные И, скажем так, самые универсальные Огнетушители Которые можно использовать Практически везде Ну, в каких случаях Мы используем один В каких случаях Мы используем второй огнетушитель? Да, вот хотел бы Во-первых Рассмотреть сначала Порошковый огнетушитель Так он Самый более универсальный Огнетушитель Но иногда У них есть определенные ограничения То есть На что бы я хотел обратить внимание Это, конечно же, классы пожаров То есть здесь А, Б, С, Е Соответственно, это можно тушить Твердые горючие вещества и материалы Горючие жидкости Газы и электроустановки Под напряжением Особенность этого огнетушителя В том, что у него свойства Основное Это Они блокируют кислород Что, соответственно, с окислитель И происходит тушение пожара Таким образом То есть Самый основной вид Это порошковый Он более универсальный Но Бывают порошковые огнетушители Как и на углекислотных огнетушителях Да Вот это уже двумя руками Но эти надо брать Хотя Он, в принципе, считается Еще самый маленький Вот У них есть Хотел бы обратить внимание Что Запрещено тушить Твердые горючие существа и материалы То есть То мы им не потушим Да То есть это запрещено И часто люди говорят Вот у нас же есть огнетушители Вот мы бы хотели им Потушить пожар Вот он Почему для стола не подходит Вы им показываете Объясняете А люди До последнего не понимают Может быть Это когда не обращаются При покупке огнетушителя Либо Где-то стесняются Прийти к нам За разъяснениями Но в любом случае На это необходимо Обращать внимание В первую очередь Второе Хотел бы обратить внимание На них Это Классы Пожаров То есть Которые у нас есть Модельные пожары То есть Вот допустим Здесь 34B CE Есть такие цифры Которые непонятны Вот здесь допустим А есть 1А написано А бывает 4А Бывает там 8А Здесь бывает 144B Что они показывают То есть При испытании огнетушителей У них в первую очередь Создаются модели Очага пожара Например Для офисных помещений Самый минимальный Который огнетушитель Для него создается Очаг пожара В 10 квадратных метров Общий объем Там брусочки складываются Определенных размеров И происходит По определенному времени Тушение данного Модельного очага пожара И ему прислается Соответственно Цифровое значение То есть Как мы видим Здесь 1А А для офисных помещений 4А Например Это самый минимальный Соответственно Уже для офисного помещения Он не подойдет Дальше Вот здесь Горючие Вещества и материалы Жидкости 34B Соответственно Тоже Если есть В помещениях Какие-то Горючие вещества и материалы Жидкое Состояние Там уже Минимально идет От 55Б Соответственно Тоже Троечка не подойдет Это углекислотный огнетушитель Да Троечка Скажем так На 3 литра Но соответственно Представляете Если мне Как бы его Троечка Вы вот Тоже Приносили Как бы Попробовали То есть Это уже тяжело А пятерка Он еще больше То есть Он намного тяжелее И соответственно Уже Применение данного огнетушителя Немножко ограничивает Возможности В физическом развитии Человека Вот так И тогда же Как выбирать Вот пришла я За огнетушителем Тогда же Вот Как мне его выбрать В первую очередь У нас есть Постановление Правительства Российской Федерации Это Право против пожарного Режима Там написано Для каких Помещений Для каких Минимальных Да Категорий Если это Складское здание Либо есть Складские помещения Необходим огнетушитель Там расписаны Все числовые показатели Если Человек Не может Да Сам разобраться И не уверен Возможности Тогда той фирмы Где они могут То они конечно Могут к нам Прийти за консультацией Провести мы можем Консультацию Есть такой вид У нас Профилактический визит То есть он не обязан Человек Это не проверка Ни в коем случае Это ответы на вопросы Которые люди Нам задают То есть мы пришли Им рассказали Показали Там информацию Предоставлять Никакую не обязательно Мы не будем Запрашивать Ничего То есть пришел Человек и говорит Вот я хочу Огнетушитель Для офисного помещения Мы ему объясняем Вот открываем Право противопожарного режима Здесь написано На этаже Не менее двух Расстояние Не менее 20 метров Между огнетушителями Допустим Основное внимание Если у вас Допустим Твердые Вещества и материалы То показатель 4А Соответственно Под это подходит ОП4 ОП5 И выше Вот у нас есть Складское помещение Категории В Мы говорим Вот для складских Помещений Например ОП8 Такой огнетушитель Но соответственно Необходимо еще Отнестись с пониманием Приходим А у вас в офисе Девушки Или мужчины Они говорят У нас в офисе Например девушки Только они Мы понимаем Что для Меньших затрат ОП8 Он может заменить ОП4 Но чаще всего Если В складском помещении Начинается пожар То он развивается Быстро Он развивается Мгновенно Скажем так И соответственно У человека Может не хватить Время На его обнаружение И тушение пожара В свое время В очаговой зоне В начале Развития Соответственно Чаще всего Это может произойти Чтобы действительно Предотвратить пожар То это может произойти Где-то в офисном помещении Где компьютера Соответственно Конечно Мы советуем Если больше девушек То приобрести Огнетушитель Офисный А дополнительный Для складского помещения Только Ни в коем случае Не ставил Вовнутрь Это восьмерочку Например Для весотного Огнетушителя Порошков На 8 кг Чем Он особен То есть Особенность В того Что он Единовременно Может Дать Такую Объем Порошка Что Необходимо Будет потушить Данный модель Очаг пожара То есть По очереди Срабатывая Огнетушители Порошковый Допустим На 4 кг Это будет Не так эффективно Как 1 на 8 Поэтому Для складских Помещений Есть минимальные Ограничения В этом плане Но И как правило Люди допустим Вот мы купили Огнетушитель Для Электрощитовой Либо Для склада Вот А где он Вот он У нас Стоит Внутри Открываем Дверь Попадаем Внутри Я говорю А как Вы будете Попадать Если здесь Загорится Его взять Они задумались Ну то есть На простые Вопросы Ответы Соответственно Здесь Можно Обратиться К нам В пожарный Назор Можно Обратиться На службу Пожаротушения Уточнить Что люди Непосредственно В этом Участвуют То есть Поставьте его На определенном Расстоянии От этой двери Чтобы человек Знал Он должен стоять Всегда находиться На этом месте Чтобы человек Всегда мог знать Где он находится Чтобы знать Как его использовать И не менять Это И проводить Постоянные тренировки Потому что Тяжело в учении Легко в бою Как говорится Тренировка Вы знаете Я когда готовилась К нашему эфиру Я сидела В своем кабинетике Не в этой студии Конечно Там у меня Стоит оборудование Специальное На котором Мы записываем Звук И все остальное И я так Раз глазами Окинула Думаю Где огнетушитель А вот огнетушитель При входе В кабинет Огнетушитель Углекислотный И я так понимаю Что раз у меня Там стоит Оборудование Компьютер Плюс Звукозаписывающее Оборудование То огнетушитель Выбран верно Так или нет Вот Но тут есть Небольшой нюанс У вас еще В коридорах Стоят на определенном Расстоянии Порошковые Они нужны Для того Чтобы тушить пожар Твердым Горючий Из потери Автостолов То есть Если у меня Стол загорится Мне надо В коридор Бежать Да Порошком Потому что Огнетушитель Здесь есть запрет Потому что Он может Раздуть Пламя И тление Может увеличиться Где-то Скрытое горение И перекинуться На другие предметы Углекислотный Углекислотный Как правило Ставят для того Чтобы спасти Ваше дорогое оборудование Его поближе Ставят Потому что Оно резко Замкнуло Началось горение Вы сразу Углекислотный Огнетушитель Поблизости Плюс его и нести Как бы тяжело Вы его сразу Используете И помещение У вас для этого Предназначено Что вы как бы Постоянно в нем Находитесь Работаете И вы можете Среагировать Понятно что В ночное время Это другие нюансы Но дневное То есть человек Находится Он может увидеть И сделать это В первую очередь Быстро И это очень эффективно И правильно сделано Потому что Если бы он Находился далеко То вы бы с ним Бегали долго А если бы вы Побежали за порошком Схватили бы его В первую очередь Взяли И начали бы тушить Очаг пожара То вы бы Повредили Ваше остальное Дорогое оборудование В ваших случаях Есть особенности Можно Не экономя Сохранив В дальнейшем Оборудование Использовать Два вида Огнетушитель Два типа А в этой студии Тогда Не дай бог Загорись наша студия Какой огнетушитель Нам здесь применять Ну так как у вас Помещение Недалеко расположено Где люди находятся То конечно же Того огнетушителя Углекислотного Достаточно Для использования Технических моментов Это вот большой С вот этой трубкой Да Углекислотный Огнетушитель С раструбом А порошковый Я бы вам посоветовал Конечно Не именно этот Там другой ОП-4 Который Это минимальное Требование Конечно Использовать его Он более универсальный Легкий И то есть Вы сможете Быстро Ну в принципе Тут надо вам подойти От точки зрения Финансового Составляющего Сколько стоит Допустим аппарат И возможно Его восстановить То есть например Вот как я вижу Приборы Небольшого размера Я понимаю Что после Какого-то возгорания Небольшого Вы его не восстановите Поэтому в принципе Можно И использовать Порошок Так как здесь Остальные Они более-менее Закрыты Такие в чехлах Оборудованные Все остальное А вот Использование Либо использование Углекислотного Для Оборудования На подставках Но в то же время Оно может повредить Другое Поэтому конечно Я бы посоветовал Порошковый Он во-первых И легче И удобней Углекислотный Если непосредственно Видите Что есть открытое оборудование А дома Какой огнетушитель Нам подойдет Вот дома Ну в быту Вот какой лучше Использует В быту Конечно же Это самый универсальный Не требующий Больших Да Каких-то затрат Это порошков А дома он вообще нужен? Ну вот так По большому-то счету Должен стоять дома Огнетушитель Ну судя по нашей статистике Пожаров нужен Очень нужен И нужен даже Не для того человека Который Да Для себя Потому что человек Который покупает Огнетушитель И думает об этом Соответственно У него Наверное По статистике Я бы сказал Пожары случаются На 99% Меньше Чем у человека У которого нет Потому что Если человек Как бы решил Купить огнетушитель Он понимает Всю проблематику Этого вопроса Он понимает Значит Соответственно Что это может случиться Как это случается И как правило Данные огнетушители Спасают других То есть Но Еще они помогают И в своем Да Скажем так Для своего Имущества Так как Огонь он перекидывается Очень быстро Распространение у нас Огня это В течение 5-10 минут Могут выгореть Несколько квартир Поэтому Когда В соседской квартире Что-то случается И применять Ваш огнетушитель Он может спасти Вашу квартиру Вот так А в машине Например Вот В автомобилях Как правило Да Используются Огнетушители Той марки И тех требований Которые устанавливают Уже другие Постановления правительства И права Поэтому Но там также Показатели Насколько я помню Уже Последние были Показатели 2А Для огнетушителя Соответственно Вот этот тоже Уже может не подойти Из 1А Но там необходимо Смотреть техрегламент Для автомобилей Порошковый Он В ветреную погоду Конечно же Может сдуть Да Соответственно Необходимо И Тушить Да Намного Понимая Да Этот процесс То есть Более сложный И те Кто возьмет Например ОП4 Либо ОП5 Соответственно Я думаю Что это будет В 100 раз Эффективнее Нежели Маленькие Потому что С большего Подачи Порошкового Огнетушителя Эффекта будет Намного больше И моментальнее То есть Испытания этих Модельных Очагов пожара Они также Проводятся На улице Проводились И Показывают Тем самым Насколько Эффект разный И У нас Как бы Ветра Часто Сильно Бывает Соответственно Я бы Конечно Посоветовал Для безопасности Четвертый Либо Пятый Медушитель Огнетушитель Вот мы его Купили Он должен Как-то Проверяться Срок годности У него Какой-то Есть Или я его Купила Поставила И пусть Не дай бог Как-то Ружье Никогда Не стреляет Есть у нас Конечно Есть у нас И свод Правил Номер 9 Который устанавливают В виде технических Обслуживаний ГОСТы Есть Ну Самое основное Я бы хотел Сконцентрироваться Начнем с порошковых С них Немножко проще Да У них есть И манометры Для Самостоятельного Технического Скажем так Обслуживания В чем его заключается В том что Осмотр можно сделать Своевременный Дальше Минус порошка В том что он Слеживается Необходимо его Встряхивать Периодически Если даже будет Это нередко Происходить То Соответственно Я бы посоветовал На ежемесячно Далее По Техническому Обслуживанию Это у нас Лицензируемый Вид деятельности Поэтому Специализированные Организации Уже Непосредственно Они Принимают Огнетушители Допустим В настоящий момент Это 3% Огнетушителей От одного года Одного вида Огнетушителя То есть Вы можете Отвозить Но если у вас Хоть один Огнетушитель Выше устроя Соответственно Конечно Необходимо Пересмотреть Всю Особенно Если это Одной партии Потому что Брак Он случается И Скажем так Не сильно Часто Но не сильно Редко И как Поэтому Огнетушителей У нас Не меньше Двух На этажах То есть Это тоже Все Опытом Научено И соответственно Когда вы Сдаете На техническое Обслуживание Они проверяют Внутри Вскрывают И порошок Смотрят И смотрят Запорно-пусковое Сотвойство И проверяют Вы манометр На правильность И содержание Сухости Влажности То есть Состояние баллона Коррозионного Составляющего Все То есть Где-то Он может быть Потертости Есть Все это Подкрашиваться Должно быть Осмотры Они как Да При техническом Обслуживании Они бывают Часто оставляют Пломбы Еще заводские Я вот Специально Он принял Что Огнетушитель Много лет Не раз Отвезены Да Там Более свежий Вот здесь Также Огнетушитель Неоднократно Отвозили на осмотр Но например Здесь Остались еще Заводские Пломбы С 2016 Года Вот мы привезли Старый огнетушитель Да То есть Вскрытие Осмотры Не проводились Никакие Можно уже увидеть Соответственно Тоже Оказание услуг Необходимо Это контролировать И проверять По техническому Обслуживанию Дополнительно Да Вот Углекислотный Огнетушитель Они ежегодно Так как Проверку Здесь можно сделать Только взвешиванием Но есть еще Определенные нюансы Да Вот как здесь Например Что уже выходит Соответственно Вот При тушении пожара Он уже не крепится Я хотел показать А должен крепиться То есть он должен В зафиксированном Каком-то положении Быть Да При направлении На очаг пожара Здесь образуется Температура Минус 72 градуса То есть когда вы Начинаете его срабатывать Руками его не берем Да Углекислотный Ни в коем случае Это ожог Но Вот здесь Его уже никак Не направят Соответственно Люди должны понимать Что это Что-то с ним не так И болт здесь Не крепит Скажем так Очень Ну как бы Из опыта личного Я бы хотел посоветовать Наверное Я понимаю Что это финансово затратно И тому подобное Но ежегодно Все-таки проверять Стараться Максимально возможно Количество огнетушителей Находящихся на объекте Так как Бывает Что манометры Неправильно показывают Некачественно Тоже бывает Либо Выход из строя Матометра Либо запор На пусковое устройство И если это Не сильно накладно Для организации Для Если люди Действительно О своей безопасности Беспокоятся Ну конечно же Необходимо их ежегодно Проявлять Все огнетушители Я бы Ну давайте Мастер-класс Коротенький Как им пользоваться Ну Здесь в принципе Ничего сложного Так как У нас Огнетушитель Располагается Да Всего лишь От очага пожара На Трех-двух метрах То есть Ближе Лучше Так как Вот здесь Как здесь А это время Оно уходит Распространение идет Тут надо моментально Конечно Поэтому Необходимо Быстрее срабатывать Углекислотный огнетушитель То же самое Срываем Пломбу Чеку Направляем На очаг пожара Здесь закрепляем Потом вот так Но руками не берем Да Вот здесь закрепили Он допустим Закрепился И срабатываем После этого На очаг пожара Сгорание Особенности Руками здесь не берем Выходит она Из жидкого состояния В твердой Минуя Газообразной Этот раструк Помогает Этой энергии Скажем так Для перехода Создавать данную Температуру И он тушит Не только за счет Доступа кислорода Но у него еще Очень есть большой плюс Что охлаждение То есть Самый Одно из эффективных Средств То есть охлаждение Это для электропроводки Так как мы не забываем Что электропроводка У нас нагревается Часто Необходимо конечно же Ознакомиться Обязательно с инструкциями Со всеми С паспортом И эксплуатировать его По паспорту Вот этот огнетушитель Он в принципе Самый безопасный Но есть один Большой минус Скажем так Который мы отмечаем Во-первых Это конечно же Потом Если небольшой Чак возгорания То это уборка Но Я вам скажу честно Что На это не надо Обращать внимание Ни в коем случае Людям Потому что Вы все имущество Спасете Второй момент Это конечно же Действие за счет Разбавления кислорода Вы должны понимать Что человек Да он разбавляет Кислород Тоже Ему необходимо Дышать воздух И тем самым Это может быть Не сильно безопасно Поэтому после его Сработки Необходимо Либо проветрить Помещение Увидев что там нет Дальше Распространение Огня Либо Просто выйти Из помещения И наблюдать Со стороны Порошок Очень мелкодисперсный Он попадает Абсолютно везде И тем самым Конечно же Происходит Очень быстрое Эффективное Тушение пожара Ну это вот Основные моменты Есть еще пенные Да Огнетушитель Воздушно-пенные Там Я бы хотел На примере мыла Да Объяснить Что когда вы руки Моете Почему с мылом А не без Потому что Поверхностноактивные Вещества Они не дают На руках Либо Тели Либо допустим Полы Когда моете Да Во все Скажем так Небольшие Трещинки Да Там какие-то Дефекты Вымывать эти А пена За счет Палов Да Вот этих Воды натяжение Высокое Оно разбавляет Делает воду Более мягче И позволяет При тушении пожара Попадать везде Но воздушно-пенные Они все-таки Водяные Они опасны тем Что электричество Конечно же У нас Ну электричество Да Не потушит Теплые полы И тому подобное Это конечно же У нас довольно опасно Для всего Для Архивов Конечно Используют Углекислотные Чтобы сохранить их Чтобы оставить целость Но как правило В таких Помещениях Используют Пожаротушение Углекислотное То есть там уже будет Человек Он уже увидит Табличку горячую Не входить в газ То есть там уже будет видно Что она сработала Соответственно Разбавление произошло Охлаждение И газ Он накутывает Все внутри Поэтому Многие задают вопрос Как Архивы Это все твердые Горячие вещества Как вот тушить Но они Они во-первых Сохраняют Тот вид Этого ценного Экспоната И позволяют В дальнейшем Да Поколениям Его увидеть Поэтому Его и советуют Всем Но в основном Конечно же В таких Ставится Пожаротушение Облекислотное Ну и наверное Самое главное Во всей этой истории При любом Тушении Пожара Не пытаемся Потушить его Точнее Тушим самостоятельно При помощи Огнетушителя А уже дальше Вызываем Огнеборцев Ну да И хотел бы Обратить на это Внимание Еще раз Для всех Что В первую очередь Мы Вызываем Во вторую очередь Мы эвакуируем Людей А в третью очередь Мы уже При отсутствии Угрозы Производим тушение Если вас Два человека Либо три То вы можете Распределить Свои обязанности Чтобы не было Ни нарушения Закона Ничего У нас Как бы люди Перестали Вот я сам потушил Вызывать не надо Нет Сейчас при пожаре Вы обязаны Вызвать То есть в первую очередь Назвать Фамилию Имя Отчество Адрес Объект Расположение Где началось пожар Потому что это уже Нарушение законодательства Российской Федерации Это необходимо делать В первую очередь Потому что Профессионалы приедут Посмотрят Все ли вы правильно Нет ли дальнейшего Скрытого распространения Конечно же Человек Например Ну загорелась У него стена Он его потушил Но он не увидит Скрытого тления Ну тлеет где-то Конечно Он не увидит Он будет бояться Разобрать свои конструкции Это же его деньги Это Скажем так Поэтому люди Они как бы И потом бывает Что Не понимают И бывает Что второй Третий раз Может за день Там случится пожар И выгорит все Так С огнетушителями Мы разобрались То есть главное Во всей этой истории Уметь им пользоваться Но вызывать пожарных Да Телефон пожарных 101-112 Отлично Я напоминаю Это была программа «Время говорить» И сегодня мы говорили О том Как правильно Применять огнетушитель В гостях у нас Был Андрей Ситник Начальник отдела Надзорной деятельности И профилактической работы По городу Владивосток В студии работала Юлия Ракотская Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин